Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Дмитрий Сопрыкин на Авроре. Итак, Дмитрий, о чем пойдет разговор? Добрый день всем, дорогие! Мы начинаем цикл передач совместно с Авророй, еженедельные выходы в эфир. Мы будем освещать деятельность Музея конструирования общего будущего. Мы будем освещать деятельность глобальной волны. Мы будем освещать деятельность проекта Радосфера, который рассчитан на людей, которые мечтают уехать вперед на Землю, чтобы мы перестали жить в этих муравейниках, мы перестали собираться в этих мегагородах, расселились все-таки по земле, матушке русской. И благодаря высочайшим технологиям, летающим машинам, мы сможем освоить всю территорию и вернуть достояние нашей Родины, вернуть здоровье, вернуть большие семьи, просто расселяясь по просторам нашей Родины. И сегодня будет первый эфир, связанный как раз у нас приходит наш друг Алексей, который 10 лет занимался тем, чтобы создавал проект Радосфера. Этот проект глобально помогает людям понять, как переехать из города на Землю, как построить свои дома, построить свои родовые хозяйства, открыть свои бизнесы. И есть реальные работающие уже поселения. Соответственно, сегодня на эфире вы увидите первую часть программы с Алексеем, а дальше мы будем еженедельно наполнять эфир, выполнять ваши знания. Вы поймете, где можно контактировать с нашими героями. И скажу так, что Институт Правды расширяет возможность своего вещания, объединяется с другими инфоканалами. И только вместе мы сможем добиться результата. Только вместе мы сможем подсветить всех деятелей, кто готов преобразить нашу Родину в ближайшее время. И за эти 12 лет показать темпы роста выше, чем 4-5 летки Сталина. Ура, товарищи! Так, давайте я вам сейчас расскажу, как правильно съедить микрофон. Так, передвигайтесь. Продвижение новой научной парадигмы. Вот смотрите, в ручке вот так вот соединяем, в том плане, что микрофон отклоняется. Социальный инжиниринг, занимаюсь социальным инжинирингом. А люди стоят по микрофонам всегда, вы изобретатель будущего. Я бы добавил, Ярослав ведет портал, который объединяет всех изобретателей вообще России, которые сейчас вне парадигмы всей власти находятся. Но у них куча изобретателей. Родоначальных. Проект РОДОСФЕР. Так, и одним предложением что она делает? Оно объединяет, значит, она занимается тем, что переселяет людей из городов на землю. Ну, вы тоже, вы не против деурбанизации? Конечно. Только у меня задача перераселить мегаполисы. Я к этому подхожу более просто масштабно. Каким образом это можно сделать? Быстро? Как бальзам надо, как же мы встретились? В смысле, вот я занимаюсь тоже, я вывожу людей на землю, они смотрят только поселение, понимают, как переехать. То есть я создаю механики, чтобы люди могли переехать. Все правильно, сначала исходим из боли, мы понимаем, какая боль. Это бизнесмен понимает, психиатр понимает. Счастья нету в городе, вот ты и с собой. Я тоже, я уехал в 2001 году, и у меня вообще ничего не на шпитах. Вот я езжу только иногда в Москву. За солью, за спичками и за патронами. Итак, 24 минуты уже. А мы же не в прямом эфире, мы же в записи будем. Дорогие наши друзья, ну наконец-то, наконец-то мы здесь вместе собрались. И будем решать, как нам побыстрее переехать из города в деревню. Фразу «Общее будущее» можно? У нас «Общее будущее». Музей общего будущего делаем, и, соответственно, «Общее будущее». Что делаем? Музей? Музей общего будущего. Это как-то назад в будущее, как будто. Слово «музей» подходит к прошедшему, а к будущему не подходит. Музей конструирования будущего. Согнал «Анти-музей будущего». Как анти-кафе, это анти-музей будущего. Да, дорогие друзья, вот это мой поддос. Зритель твой вот тут. Ага, смотрю в его глаза, да-да-да. Добрый день, друзья! Счастливее вас. Выжечь лампочку, пусть мы это, как собака, по-моему. Вот лампочка загорится, и макар. Так, поближе микрофоны, ручки здесь. Так, первый Ярослава представлю. Может наоборот, сначала поселение. А кто будет готов первый говорить? Да, как без разницы. Давай, я как развитие мысли о педагоге. Помните, что, смотрите, мы людям дарим эмоции. Мы людям дарим эмоции. Людей не интересуют. Ни длинные фразы, ни заучные теории. Их нужны эмоции. И выражаем эмоции с эмоциями на лицах. Дим, ну и за временем подслеживаю. Так, наоборот, надо закончить. С двух минут семь надо закончить. Раньше тоже. Да. Раньше тоже. У меня опыта не был еще, поэтому будьте осторожны. Ну, я тоже буду сказать. Намонтируйте нормально. Давай сначала на практику, кто занимается поселением. Потому что я как наука говорю, отвечая на запрос. Мы со своей стороны. Все, все, не выплескивай эмоции, все, начинаем. Подожди, у меня у самого нет поселения. Я просто вывожу людей на землю. Добрый день, друзья. Сегодня мы наконец-то поговорим о важной, осущенной проблеме. Как нам побыстрее всем уехать из города, поселиться в деревне, жить счастливо, красиво и богато. И сегодня в студии ведущий Дмитрий Матвеев и два наших гостя. Ярослав, по фамилии Старухи, он лидер движения «Глобальная волна». Изобретатель будущего, не побоюсь этого слова. Легко запомнить, наш человек. И второй наш гость, Алексей Любавин, создатель проекта «Родосфера». Занимается буквально расселением людей из городов в деревню. И ваш покорный слуга будет не просто ведущим, но и буду оппонентом. Ибо, как оказалось, мы не только занимаемся госрозыском, но и осваиваем землю. Тоже поделюсь своими впечатлениями. Кто первый? Теория или практика? Давайте с теорией, наверное. С теорией? Ну, с теорией мы готовились к эфиру. И каким образом начинать? И что в первую очередь интересует человека? У каждого человека существует какая-то боль. Эта боль существует в зависимости от его возраста, образования, территориального проживания. И практикующие бизнесмены, люди, которые взаимодействуют с обществом, прекрасно это знают. Значит, люди боятся потерять работу, потерять жилье, потерять питание. И хотят, соответственно, быть на природе, питаться вкусными и полезными продуктами. Вот как с этим быть? Мы делаем ставку на новые технологии. Это автономная энергетика. Которая позволяет расселить мегаполисы, пересесть на новые средства перемещения в пространстве. Утилизировать абсолютно все отходы, создать экономику изобилия. И все высвободившееся время человека направить на реализацию своего предназначения через творческое развитие. Чтобы стать подобным создателем. Совершенно верно. Так, и как это все в практике? Мы уже успели сделать, расскажите нам, пожалуйста. Ну, сейчас есть достаточно большая практика. Порядка 600 экопоселений существует. И они все в разных... В России? В России, да. Ну, и СНГ тоже. Ну, в мире их там больше 10 тысяч. И на самом деле кооперация сельских поселений, она в мире составляет где-то одну четверть экономики вообще планетарной. Так что это достаточно гигантская практика, накопленная за большое время, кооперация порядка 250 лет. Вопрос не про это, вопрос про то, что все вот эти поселения, да, находятся на разной стадии эволюции, да, там, от идейных, да, когда они только-только начали собирать группу до уже развитых поселений. И, естественно, есть статистика, это порядка менее 10% успешных поселений, которые уже смогли полностью гармонизироваться, отточить полностью всю систему, накопить вот этот опыт, эти там 10 тысяч часов отработать и создать гармоничное общество, где правильно распределяются все ресурсы, где правильно все оптимизировано, где создается успешность и она дублицируется. Вот на эти поселения как раз вывозим группы, то есть проект Родосфера занимается тем, что он формирует методички, формирует учебные пособия, тренинги по переезду людей из городов на землю. И вот, ну, как бы, опыт такой есть, да, конечно, мы его возим, вот буквально в эти выходные выезжали с группы в три поселения в Тульской области и, ну, посмотрели это. То есть, если я хочу, и у меня есть возможность, и средства, и желание, самое главное, то я могу вначале такую демо-версию посмотреть, как люди живут, как устроены быть, поговорить с ними, то есть они там, они не крепостные, они свободные, они не зомбированные, они не обколотые ничем, да, то есть вот я приезжаю с группой таких же вот горожан, да, желающих поменять образ жизни, приезжаю в конкретное эко-поселение, общаясь с людьми, смотрю, ухожу, могу там переночевать, потрудиться там, это, в навозе покопаться и принять решение, готов я к этому или не готов, так получается? Ну, в частности, так, да. Супер, а эти первые откуда взялись? То есть, вот... Первая волна? Да. Ну, они просто поняли то, что в городе невозможно быть счастливыми и вот начали просто раньше уезжать, ну, раньше другие, так сказать, пришли к этому пониманию и начали уезжать. Что-то их начали не устраивать, у них чаша вот этой вот гармонии, балансе, как бы, счастье, она вот перевесила, и город начал, наоборот, отбирать энергию, начал не давать вот эти вот вечные ценности, да, город начал формировать у них временные ценности, из-за которых они постоянно гонятся, а они, как бы, ну, они временно, они постоянно вот, заканчиваются, и ты заново должен, как белка в колесе, бежать, 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 и это их не устроило. Но это нам всем известно, что стояние в пробках, передвижение в транспорте от места ночевки к месту работы забирает 3-4 часа свободного времени. У некоторых и более. То есть, что мы отбираем у детей, убираем у своих вторых половину, убираем от самообразования, у здоровья, у сна, отбираем. Это самое минимальное. Это же все понятно. Проблема, которая существовала давным-давно. А сейчас появилось куча десятки других проблем, которые не устраивают родители. Эти люди, которые уезжают, у них есть излишек денег, что они могут себе позволить сделать запасной аэродром, поработать там и принять решение. Или они должны продать существующее, потому что нет излишков денег, залезть в кредиты. Или есть какой-то добрый дядя, который готов предоставлять место для эксперимента. То есть, он предоставляет эту клетку золотую, куда человек переезжает. То есть, какой из вариантов-то все-таки живой? Ну, моделей, на самом деле, существует много, в зависимости от уверенности человека. Если он понимает полностью свою уверенность, и он уже собрал себе полностью весь, так сказать, вот этот вот джентльменский набор переселенцев, То есть, у него есть понимание куда honour, там쟁истов есть самого режима. Ну, действительно, переезжать в пустой отмrix, кредит, это самая глупая стратегия, которую можно предоставлять. Поэтому, вот о чемивает проект « teve стены» он говорит о здравомысле. Если вы хотите переехать на Землю то, в первую очередь, должны подумать о будущем. Потому что переехать и потом вляпаться в историю – это самая неразумная стратегия. Надо действительно продумать все. И вот понимание там… На самом деле сейчас за городом очень быстро все и доступно. То есть те же скорые помощи приезжают в течение часа. То есть доехать до областной… Смотря как далеко от города. Да-да, понятно, что мы сейчас говорим про европейскую часть России. Там как бы с Уралом история подольше. Но вопрос не про это, а вопрос про то, что уровень намерения у людей гораздо выше, чем у горожанина. То есть горожанин, он больше ввергнут в систему обслуживания. То есть если помните, был такой мультик Валли. Помните мультик Валли? Вот там система полностью обкладывает его ништяками, чтобы человек полностью передал и снял себе ответственность на систему. И система его и пережует за него, и в рот положит, и так далее, и так далее. И в этом плане теряется вот этот творческий потенциал человека. И он тухнет. Тухнет, и вот это вот то, что он тухнет. А зачем нам творческий потенциал человека из биомассы, так сказать? Понятно, что там могут быть… Интересней. Это должно биомасса вначале понять, что она биомасса. Это, к сожалению, троянство. Должна не захотеть бить биомассой. Должна у нее отбыски сознания, там, божественного даже, где-то появиться. И он должен захотеть индивидуальности, в то же время коллективного проживания. А как этого захотеть? Вот объясните мне. Вот как понудить человека… Коллективному очень легко. Нет, нет, переехать из города в деревню. Вот если я хочу, я переехал. Вот, а если вот я не хочу, я и не перееду. Вот, вы хотите что? Вы хотите помочь желающим или хотите людей убедить, что надо переезжать? Вот, в чем ваше… Я хочу… Давай, давай, сейчас Дмитрию расскажу. Значит, проблема в том, что сейчас многие, вообще, в принципе, любое существо, оно хочет быть счастливым. Оно хочет быть гармонично развитым и получать удовольствие от жизни. То есть, как это касается нижних уровней животных центров, так и когнитивных уровней, духовных, эмоциональных, интеллектуальных центров. И любое живое существо хочет развиваться полноценно, гармонично, естественно, когда человек только-только, так сказать, стал человеком, назовем это так, да, он развивается от нижних центров, и у него, как вот у Абраха Масла, да, потребности снизу, да, то есть животные потребности, то есть это, ну, поесть, поспать, поразможаться. Но постепенно, по уровню эволюции, его сознания, когда у него нарастают нейронные сети, когда его чувства увеличиваются от примитивных чувств до более трудных, серьезных, он... Хочется пить вина. Он хочет духовно развиваться. Пить вина, это тоже нижний центр. И как раз вот город лишает, за счет того, что город сегментирует людей, он лишает человека вот этих переходных этапов от нижней... Подождите, не уходите от вопроса. Вопрос звучал четко. Да. Кто хочет переехать, он и так переедет. Вы хотите, ваша миссия в чем? Убедить людей, что надо, кто еще не решился, кто не хочет, убедить их переезжать или помочь всем, кто решился? Вот в чем ваша миссия, скажите? И в том, и в том. Ну, как бы, моя миссия в том, что дать понять людям о том, что я счастлива, может быть, только если ты гармонично развиваешься. А если ты хочешь гармонично развиваться, то это возможно только на земле. Потому что в городе, город культивирует низменные ценности. И рано или поздно город просто погрязнет в хищнической стратегии поведения людей в городе. То есть вы хотите предложить что-то более кайфовое, чем жить в городе? Счастье хочу предложить, да. Город дает временные ценности. Но для этого нужно убедить человека, который живет в городе, что он живет в плохом чем-то. Я не думаю, что хоть один наркоман или хоть один алкоголик считает, что они как-то не в кайф живут. Вот как вы убедите, что одно хорошее лучше другого хорошего? Вот скажите-ка мне. Легко. Давайте. Дайте человеку вкус счастья. Дайте теоретику. Я вас отправил бы немножко к статистике, где мы знаем, что 50% населения имеет дачи. Из этого простого факта мы можем свидетельствовать о том, что у человека природное стремление. Вот. А почему он уезжает обратно в город после выходного или после его отпуска? Объясняю. Стремление... Необходимость. Необходимость выживать, конечно же. То есть нужно создать... Основная проблема поселений – это занятость. И, как говорил товарищ Хайзен, который здесь выступал, что на определенном этапе развития общества уже мелкие артели не в состоянии выдать высокоинтеллектуальный и высокотехнологический продукт. Поэтому пошло объединение в города. А мы, пройдя определенный исторический этап, рассказываем людям, кто мы, откуда, что мы от природы. И, соответственно, показываем гармоничный путь, что там люди делают. Сначала надо показать пример, а как там люди живут. И вот такие примеры показывают, а вот как они там живут. Как только экопоселение приобретает те блага, которые человек получает в городе, это экопоселение станет таким же городом. Потому что человек, выезжая на дачу, хочет шашлыка, тишины, свободного перемещения. Утро вышел, потянулся и может, так сказать, не смотреть, кто на тебя там смотрит особо. Но за благами он поедет в город. И как только ему встанет выбор между городом, где куча благ, но неприятная атмосфера и дачи, где никаких благ нет. Вот он выбирает. Вот ровно как он выбирает. Два дня он на даче, пять дней в городе. А как только эти блага перемещаются на дачу, то дача станет таким же городом. Загаженным, забирающим энергию, забирающим время и прочее. Или я не прав? Решите дополнить. Вы говорите абсолютно правильно, что в старой научной парадигме, когда электричество передается по проводам, а мы продолжаем ездить две тысячи лет на колесе, то будет именно так. Когда будет выдаваться шесть участков, шесть соток или сейчас гектар выдается, и все равно на вездеходе туда не попадешь, нужны новые средства перемещения в пространство. И как только мы получаем возможность прогнозировать категории на новые средства перемещения в пространство, соответственно, нам не нужно уже ютиться друг к другу. Так. Потому что нас связывают инфраструктуры, дороги, электроэнергии, еще что-то. И мы можем свободно расстелиться по территории. Хорошо, а благо-то я там не получу. Какое именно благо? То, которое я получал в городе. Например? Ну, например, маникюр, ресторан, кино. Объясняю. Элементарно. Давай. В течение нескольких минут вы можете попасть в любую точку планеты. Поэтому маникюр вы можете пройти не только в ближнем областном центре, но и... Ну, а вы говорите о далеком будущем. А завтра, и послезавтра, и ровно через 20 лет, когда закончится активная фаза жизни у 40-летнего мужчины и женщины, к тому времени он не сможет быстро перемещаться по планете за наслаждением того или иного чувства. И вот приходим к самому интересному моменту, что технологически цивилизация созрела. То есть, существующий суммарный объем промышленности позволяет обеспечить всех и каждого. Вопрос только в том, что мы не можем договориться друг с другом. Это другой совершенно вопрос, что технологически есть возможность. И как раз наша сборка здесь, и обсуждение, и все средства телекоммуникации – это возможность общения со зрителями. И в этом случае тогда мы можем победить на выборах. И тогда наши представители войдут в органы исполнительной законодательной власти. Говорите о будущем, о мгновенном перемещении в пространстве, а говорите про выборы. Выборы – это просто неверие. Это мой ответ, пап. К тому моменту, когда я буду перемещаться в пространстве, вот как говорите, за вкусным кофе в другую часть материка или другую часть планеты нашей, к тому времени выборов уже не будет как таковых. Только от нас зависит, когда это произойдет. Объединившись, мы можем уже через несколько лет начать реализовывать эту программу. У нас более миллиарда человеков на планете в день не получает необходимое количество еды, достаточно для суточной нормы. И это решаемо. И Россия может показать всем пример. Естественно, в этом и есть величайшая гуманистическая миссия России. Чуть-чуть как необычная. Я в каком интересном клубе оказался. Насколько привык все-таки на Земле копаться. И тут раз мне рассказывать про будущее. Вы занимаетесь одурманиванием. Бывает. Академия наук именно так. Ну вы же не академиолог. Вы занимаетесь одурманением. Вернемся на Землю. Очень хочу услышать все-таки практика. Давайте поговорим. На самом деле вопрос заключается с энергией. Из-за того, что сейчас люди разрознены и верхушка, которая владеет ресурсами, мы понимаем, что сейчас в основном ресурсами владеют определенные структуры. И она из-за непонимания стратегии счастья, она действует как хищник. То есть она забирает все себе и меньше дает. Она пытается тем самым сохранить некую власть преемственности для своего поколения. Но она не понимает стратегии то, что с энергией обладает в десятки и сотни раз в миллионы раз выше потенциала. Но с энергией это энергия божественного и человечества. Да, безусловно. Мы говорим классику, правильно? Мы не говорим там, что с энергией какая-то неизвестного чего. Синергией божественного и человечества. Есть понятие о том, что... Сейчас все больше и больше ученых приходит к пониманию того, что человек является симбиотической формой жизни с планетой. И если мы говорим о какой-то топовелитарной пирамиде, допустим, западной стратегии выживания, где человек ставит себя выше природы и его, используя природу, начинает выжигать. Например, моноаграрные технологии. И надо вам проще говорить. Вот поверьте мне, нас слушают. В основном академическом. В поле, на котором выращивается одна культура. Эта стратегия является ущербной и убыточной. Потому что надо все больше и больше закидывать пестицидов. Надо все больше обрабатывать от всяких... Пока понятно. Да. Есть другие стратегии. Есть стратегии симбиотические. Например, пермакультура. Где можно использовать агролесоводство с акваккультурами. И тогда система будет, как экосистема, сама себя поддерживать и расти. То есть не надо тратить и оттягивать ресурсы. Примеры? Пермакультура. Зепхольснер, например. Все. Гуглите Зепхольснер и найдете. Просто пермакультура. Уведите это слово. Это какой? Канал агролесоводства? Любой. 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 И Тверская область в том числе. И Дальний Восток в том числе. Он приезжал в Аржев и проводил там мастер-классы. Вопрос не по этому. Нет. Этого человека забота вообще по всей стране. Его зовут, он приезжает и поднимает регионы. Поднимает регионы, где был за пустыней. В пустыне строят уазисы. Сколько надо денег заплатишь? Он к нам приехал. Я не гуглил, но я думаю, там 20 тысяч долларов ему хватит. И Тверская область поднимет с колен? Ну, если провинция Тверской области примет стратегию термакультуры, в легкую поднимет с колена. И одна Тверская или Тульская область способна будет снабжать повар страны. Вы просто не понимаете, насколько синергия обладает в десятки раз большим потенциалом. Понимаете? То есть экономика должна быть экономной. А сейчас у нас экономика не экономная, она у нас рыночная. То есть у нас вообще экономика должна быть плановой и рыночной одновременно. Уходим. Уходим в сторону. Давайте возвращаемся. Вы у нас самый главный по переселению людей и создания родосферы. Да. Родосфера значит то, что нас тянет не потерять свой род. Правильно? То есть вот, чтобы отцы не забывали о детях, а дети не забывали об отцах. Ну, это такое поверхностное означение. Как нам заставить или даже понудить или даже как-то… Как создать предпосылки, переезды, горожан, деревню. Чтобы человек захотел. Вот как, чтобы человек захотел. Или что должно быть его заставить? Ну, во-первых, его заставит время. Рано или поздно те тренды, которые сейчас формируются, они формируются на то, чтобы, так сказать… Так, мы станем богатыми все, да? Купим себе… Да, да, да. У нас… Купим себе именья и будем на этих, на супер машинах, которые перечислятся в пространство, не проезжают друг другу, не ездят друг в гости. Неправильно, неправильно. Те тренды, которые сейчас формируют, так сказать, нынешние управленцы, они говорят о том, что сейчас вы на черепне будете владеть и вы будете счастливы. То есть возникает вопрос у, как бы, у простых людей снизу. Да, вот вы там сверху придумали вот это вот… в международном, как в фонде, придумали идеи. То есть отобрать у всех, да? Дать им, так сказать, вечную-вечную карточку электронную. И с этой вечной карточкой ты можешь прийти в любое место и якобы получить тебе блага, которые якобы кто-то там распределит автоматически. Но мы прекрасно понимаем то, что те люди, которые будут, так сказать, говорить про вещи автономности, да? Про то же автономное электричество, про ту же синергию, пермакультуру и про такие технологии, которые позволяют выращивать самим себе еду, не идти где-то покупать у кого-то выращенное в этих гидропонных технологиях, где якобы какие-то ученые додумались полностью до всех микроэлементов, чтобы снабжать дерево. То есть мы знаем разницу деревенского помидорчика и разницу китайского помидорчика. Мы понимаем, те китайские помидорчики, которые выросли на пермакультуре, использовали какую-то химию для того, чтобы просто быстрее стимулировать рост, это один вкус. А бабушкины помидорчики, которые в деревне, которые обладают полностью всем иммунитетом, они обладают другим вкусом. Мы говорим о том, что мы должны вернуться к природосообразным технологиям, где мы не выхолачиваем качество. Как же далеки все-таки от народа? Как же далеки от народа? Вы считаете, что человек хочет есть китайские помидоры, а не хочет есть бабушкины помидоры в коже? Он хочет, он хочет. Он себе не может позволить. Если я могу себе позволить есть баранину, я никогда не буду есть птицу окорочка, которая хочет. Мы понимаем, что система, формируя общество так, что человек становится все не богаче, не богаче. Не не богаче, а беднее становится. Беднее, беднее, беднее. Когда ты утром проснулся. Я и говорю. Он вынужден из-за своего бедного положения покупать все дешевле и дешевле продукцию. Производители видят, что продукция становится дешевле и дешевле. Она симпатической становится, которую мы употребляем в пищу. Синтетическая. Синтетическая. А как мне? Как мне? Вот я работник, преподаватель вуза. Жена доктор. Зарплаты, понимаете, какие. У одного 60 тысяч, у другого 100 тысяч. 160 тысяч. Я не говорю, у тех, кто зарабатывает по 30 тысяч. 60 тысяч на семью и 160 есть разница. Вот 160 тысяч на семью зарплата. Квартира двухкомнатная. В городе Москве, да. Еще за ипотеку надо доплатить. Давайте, давайте. Город Орел возьмем, к примеру. Как? Москва идеалистический пример. Давай попроще. Как? Смотри. Попроще переехать из города в деревню, чтобы начать выращивать. Помидоры, да. Они будут как у бабушки. Но без ущерба для образования детей. Без спортивных секций. Без культурных мероприятий. Без грязи под ногтями. Без барбершопов. И прочее, и прочее, и прочее. Да, да, да. Псевдоценности. Псевдо, точнее. Псевдоценности. Ну да, понятно. Ну нет, это не псевдоценности, это все-таки ценности. Мы понимаем то, что это ценности. Безусловно. Как? Как человеку захотеть. Как захотеть, да. Есть технологии, которые позволяют на шести сотках иметь сверх урожай. Я понял. Шесть соток не дадут возможности покупать патроны, соль и бензин. Смотри, еще как дадут. Еще как дадут. Товарищ, смотрите. Есть кооперации. Допустим, есть многоэтажный дом. Мы понимаем, что один подъезд это одна вымершая деревня. То есть, допустим, 100-200 сель. Это понятно. А люди объединяют, говорят, нет, есть дача у меня, есть дача у меня, есть дача у меня. Допустим, мы выращиваем на этой даче какой-то продукт. Например, тыква. Продукты, которые можно синтезировать из волокон тыквы, имеют большую линейку. Как пластика, так и включая новое, допустим, топливо, биотопливо. Биотопливо. Биотопливо, да. То есть, большую линейку. То есть, они выращивают. Это у себя на дачах сбавляют фирмы, которые перерабатывают это. То есть, допустим, какая-то фирма производства, которая делает биотопливо. Мы говорим, мы у вас примем эту тыкву, взамену вам даем деньги. Понимаешь? То есть, у нее, получается, появляется дополнительный источник дохода через его там участок на земле. Причем тыква, она растет. Поймите, природа растет сама. Да это понятно. Тебе не надо ее... Понятно. Появилась излишка, вот супергрядка, которая приносит восемь раз в год урожая. Принесла она. Появились деньги. Да. Как с этими деньгами переместиться в то место, где находятся... Отлично. Как в особняк переместиться. В театр. В театр и в особняк. К примеру. В особняк он там же рядом с дачей. Мы же идеализируем. Нет, не в особняк. В театр. Хорошо. В кинотеатр. В спортивный клуб. Очень легко. Спортивный клуб не нужен, потому что на грядке работаешь. Очень легко. И в английскую школу или в гуманитарную школу у ребенка. Или в секцию, где ледовый каток, например. Как переместиться? Можно, да? Да. Камеры... Они, вы помажете рука, они на вас и так переместятся. Соответственно, я сейчас переместился. Значит, очень легко. Вот если мы возьмем и построим всю линейку бизнес-планов, которые можно делать на земле, и сегментируем их по начальным вложениям, то мы будем видеть то, что есть бизнес-планы, которые могут начинаться от 50 тысяч. Есть и... Как переместиться? Постепенно. 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 Начинаем бизнес с одной нижней. Мне кажется, театр появится, где у меня кооперация датчик, что ли? Смотрите. В театре переместится человек. Да, да, да. В любом случае из-за того, что сейчас город начинает, ну это просто тренд, город начинает расселяться по горизонтали, да, начинают все технологии перемещаться тоже горизонтально. То есть все производства начинают переходить в технопарки. Естественно, мы понимаем то, что если будут агротехнопарки, научные городки и так далее, так далее, как в принципе сейчас одно недалеко ушло, то есть никто не мешает из области доехать там полчаса до соседнего города в институт и отучиться там. Как переместиться с дачки, где люди скооперировались, выращивают урожаи по 30 раз в год, как им переместиться физически, ему, жене, трем детям, как физически перебраться в место, где находится театр. На машину, в смысле на транспорте? На каком, скажите? На машине? В том числе на машине. Хорошо. Ну то есть не так, что чук и переместился. Пройдет сколько-то лет, и мы чук и переместимся. Ну в смысле, существуют современные тренды на квантовые технологии. Эти квантовые технологии возможно когда-то этого обеспечат. Мы здесь находимся. Как бы это не проблема. Человек, выезжая на природу, чтобы там выращивать экологически чистые продукты, лишен тех благ, которыми он питался в мегаполисе. Так. Эти блага не могут за ним переместиться на дачку. Кто тебе мешает на дачку установить джакузи? Я говорю про театр. Ты в театр каждый день ездишь? Большинство населения в театр не ездят каждый день. Пойми, просто статистически. Статистически малое количество людей не ездят за травмами. В кинотеатр не каждый день, на тренировку детям не каждый день, в школу детям не каждый день. Тренировку можно выезжать в соседний округ. Подожди. Ты точно так же ездишь час в пробке. Кто тебе мешает ездить в европейской части России час до какого-то суперфитнес-центра? Нет, мы заблоксовали. Это потому что сейчас никто не судал. Это слишком, слишком. А, никто не судал. Я же к вам как практику обращаюсь. Нет, смотрите, есть без зарубежных. Слишком все много, если бы. У нас либо есть блага, которые дает город, либо у нас есть чистый воздух, который дает имение. Это миф. Не миф. Да миф. Ага. В загородном точно так же есть фитнес-центры. Опа. В Орле. В загородном. В чем проблема? Фитнес-центры? Поймите, ты так утверждаешь, как будто только в городе есть все блага. Вообще-то вне города существует куча центров, куча магазинов, куча производств. Вот сейчас нас смотрит Тверская область, вот конкретно город Кимры. И в городе Кимры у нас есть все вот то, что вы сейчас назвали. А кто мешает предпринимателям построить это? Объясни мне, пожалуйста. Технически это никто не мешает, если ты видишь то, что у тебя есть... Предприниматель выберет строительство в миллионнике, а не строительство в городе Кимры. Вот поэтому и тренды направляют предпринимателей идти туда, где много, так сказать, рыбок. Но рыбка-то сейчас уплывает из города, в этом-то проблема. Рыбка стала уплывать из города только тогда, когда появились ковидные ограничения, раз. Когда появились ограничения по прогулкам, два. Когда появилось такое количество камер в столице, в первую очередь, когда тотальный контроль, и человек не может просто побыть один на один с собой, с природой и с Богом. То есть негативные вещи послужили переездом некоторых особей из биомассы, которые прозрели в этот момент и сказали, а у меня есть возможность, то есть у меня есть дополнительные деньги, которые могут мне позволить создать дополнительный аэропорт, куда я потихонечку перемещусь. И наличие вертолётной площадки, вертолёта и скоростной трассы могут мне позволять. А ещё у меня есть интернет, который там детей могу по скайпу получить. А ещё я с женой сел в машину и мы в центр Москвы приехали, а у нас ещё там квартира, где мы переночевали после театра. А ещё у нас есть возможность заказать ресторан к нам туда в усадьбу. О как! То есть всё вопрос упрётся в то, что это себе никто не может позволить. Всё. Это только богатый миф. Отлично. Это миф. Хорошо. Это реальность. Это реальность. Это реальность, ребята. А если ты хочешь себе вертолётную площадку, то это действительно не каждому может позволить. Говорите, не спрашивайте. Давай, говорите. Друзья, вы перечислили абсолютно правильно. Дмитрий, то, что ты произносишь, это всё абсолютно правильно. Именно это и сдерживает людей от переезда, потому что в подавляющем большинстве люди устали от человека, от и только сдерживанием научно-технического прогресса планировщикам, о чём часто говорит Андрей Петрович Девятов, не позволяет нам перейти на другие горизонты развития. Значит, ответить на все твои вопросы, а как сделать так, чтобы был каток, а как сделать так, чтобы в каждом поселении был бассейн и иное – это всё новый технологический уровень развития цивилизации. И только от нас это зависит. – Ты говоришь, что это через сотни лет, а мы говорим, что это возможно. Вот как мы соберёмся, создадим генеральную линию развития страны. Потому что то, что ты говоришь, а кто будет строить это, это… – Собрались, вот, и эту линию создали генеральную. Вас должны быть либо кто-то услышать из-за власть придержащих и выполнить ваши условия. – Этим мы и занимаемся. Но нет, власть держащих выполнит эти условия только в случае… – Если они захотят. – Если мы на базе современных технологий, ты правильно говоришь, выборы уже не работают. Не работают, конечно же, но блокчейн-то работает, и если вдруг наша идея сможет попасть в сердца и умы миллионов людей, тогда власть услышит и сделает, как мы говорим. – Да, оно же давно там находится. – Какое непонятное слово блокчейн? Расскажите, пожалуйста, что это такое? – Блокчейн – это распределенная база данных, которая позволяет избежать фальсифицирования, то есть проведение каких-либо учетных процессов на базе блокчейн. В случае, если будут где-то созданы копирующие записи, это будет отображено. Соответственно, на блокчейне получается невозможно фальсифицировать и подделать. Это одно из достижений развития цивилизации. И вот переводя избирательный процесс на блокчейн, создавая несколько параллельно дублирующих систем, из которых мы сможем увидеть, обманывать нас власть или нет. Мы постоянно боремся с властью, что власть нас обманывает. Но если мы осознанные граждане, то мы можем договориться войти на независимую платформу. И как оно из блокчейна к этому перешли? К выборам. Однозначно. Конечно. Какие манипуляторы собрались в студии? А по блокчейне, если честно, я ничего не понял, поэтому абсолютно не нужна информация, надо побыстрее забыть. Это ошибочно, дорогие друзья, потому что буквально вчера на телеканале «Левести» отчитывалось… А вы не смотрите телеканал «Левести»… Вы можете не смотреть, но это не значит, что… Власть о вас не думает. Этого не существует. Центральная избирательная комиссия отчиталась, что за 6 миллиардов рублей будет проводиться тестовое тестирование в Москве и Московской области, и это потом будет развернуто по всей стране. Поэтому замалчивать, конечно, это можно, делать вид, как будто бы это не происходит. Но оно идет, и нужно быть впереди. Так, я понял. Значит, первое. Значит, в ближайшем будущем у нас появится возможность изобрести автономные системы энерговырабатывания, которые позволят нам перемещаться в пространстве быстро, быстро и быстро. Нет, позволят жить на природе, позволят жить собственной автономной системы обеспечения… Нас же смотрят люди, правильно? Поэтому у них есть возможность писать комментарии, правильно? Да. Вот. Прошу всех, кто доживет до этого, сказать, что… Вот прямо напишите в комментариях, я доживу. Да все доживут. Отлично. Нагоняю в страх. Вот. Второе. Теперь тоже будет практик. Практик говорит, что нам нужно, значит, в подъезде всем скооперироваться, вот, купить дачу в одном месте и выращивать там продукцию по супертехнологиям. Какой ведущий нам попался. Правильно? Остренький. Остренький. Так я понимаю? Действительно, да. Сейчас есть возможности, когда кооперативы имеют в десятки раз больше выхлоп и меньше затраты для того, чтобы жить лучше. Лучше. Зачем? Зачем нам дачи, где мы будем выращивать еду, если у нас есть автономный источник энергии, который нам позволяет перемещаться в пространстве в любую точку, в любое время? Я не тот пример привел. Зачем нам дачи, где мы можем выращивать еду, если у нас есть поле, которое обрабатывает искусственный интеллект? Да, ездит и сам контролирует. Да, да, да. Ответ очень простой. Если раньше мы выращивали еду, а она была наша, то сейчас кто выращивает на поле, сотни тысяч гектаров поле обрабатывает, это его. Так. Если он как-то захочет, чтобы это не было наше, он это легко делает. Хорошо. Вопрос. Мы теряем свою независимость, то есть мы теряем продуктовую безопасность, в том числе, семья. Вопрос. Вопрос. Семья. Да. Мужчины и женщины. Ну и дети, естественно. Детей пока не трогаем, как рабочую силу. Дети есть, но они не рабочая сила. Вот муж и жена, вот у меня к вам вопрос. Сколько они могут обработать земли? Роботы обрабатывают. Роботы обрабатывают. Опа. Не, не, подожди, подожди. Я же, так сказать. Роботизированный комплекс. Вот так. Я здравовый человек. Смотрите на меня. Понятно, что сейчас не будет у кого-то. Я же не про то, что у нас есть возможность перемещаться в пространстве. Да, да, да. Вот. И мы еще не сворачиваем. Чтобы космос осваивать. К кроту Виноры и в другую вселенную еще не летаем пока. Я сейчас спрашиваю вот у практика. Муж и жена. Угу. Сколько могут обрабатывать земли? Сорок соток спокойно. Сорок соток. Хорошо. Что можно на сорок сотках вырастить без технологии. Вот описываем вам какие-то непонятные фамилии сказали. Который может поднять Тверского искалина. Вот без этих технологий. Сколько может эти сорок соток земли? И что на них можно вырастить? Не геморроясь? Ключевая поправка. Без патагонной системы. Без патагонной системы еще. Чтобы не стоять кверху попой. Да. Патагонной системы. Очень правильная фраза. Сколько? С этих сорок соток дальше. И что можно на них вырастить? Расскажите мне. Ну апельсины можно вырастить. Понял. Так. Друзья. Изучайте пермакультуру. Я просил без этих вот. Без непонятных слов. Это из технологий как правильно обращаться с землей. Нет. Вот сейчас. И вот на сорока сотках. До Урала можно выращивать арбузы. Ну для тебя это невероятно. Я просто с этим как бы не сталкивалась. Арбузы. Так. И что мне с ними делать с арбузами? А картошку? И картошку выращивать. А мясо? И морковку тоже. А корову могу выращивать на сорока соток? Ну в смысле корова не растет. Она ходит и кушает. Она сама растет. А сколько надо на одну корову гектар земли? Ну нормально. Сколько? Ну под десяточку надо. Нет. На одну корову один гектар земли. А это обеспечивает ее травой и сеном. Так. Гектар. А для десяти овец? Ну я не знаю, я не фермер. Тоже гектар? Да. Тоже гектар? Вот. Немало, да. Поэтому когда мне говорят гектар земли на Дальнем Востоке, чтобы человек там имение построил. Да. Я не просто смеюсь тихо, я в голос смеюсь. Это говорят люди, которые вообще ничего не имели с учением дачки или коттеджного поселка. Для москвича гектар это наверное прикольно. Там можно и теннисный корт построить, и на лужице поскакать. Для человека, который занимается сельским хозяйством, а я занимаюсь в том числе и сельским хозяйством, я знаю, что для одной семьи, которая состоит из мужчин и женщин работоспособных, для того, чтобы полностью себя обеспечивать и покупать. Ну мне кажется, что что мешает иметь больше одного гектар? В смысле, если он понимает, что если у него будет скотина, если у него будет скотина, естественно он понимает, что она больше земли. А как без скотинки такая? А как арбуз? То есть арбуз? То есть арбузы, апельсины и прочее. Кто тебе мешает прийти к своему соседу, у него точно так же купить мясо? Выращивает у себя на маленьком участке 2 гектара овощи. А если хочешь купить мясо, сходи к соседу. Если хочешь выращивать скотину, покупай больше земли. В смысле, бери больше земли. Покупай больше земли. Ну, так а в чем? А как? Вы же рассказывали, что подъезд по 6 суток объединились, скопировались и стали жить счастливо. Так, вот ты передергиваешь. Я сказал, что можно скопироваться, объединиться и начать жить лучше. Ты можешь с этих денег накопить и писать еще жить лучше. Ну, в смысле, дорогие зрители, откройте бизнес планы. Вот найдите 150 видов заработка на земле. И постепенно посмотрите какие виды заработка и сколько стоят. И вы поймете, что можно начать с простых видов заработка и заработать денег больше. Потом заработать денег больше. Ты же не сразу стал миллионером, правильно? Ты постепенно, постепенно, постепенно зарабатывал. У тебя не сразу был большой дом. Ты начинал с простого домика, потом переехал в домик побольше. Никто не говорит о том, что вы сразу из грязи в князи, так никто никогда не рос, все успешные люди растут постепенно, они одновременно не становятся супер волевыми людьми, это процесс постепенный, ты сейчас пытаешься подвести то, что невозможно начать жить на земле, если у тебя нету сразу дофига всего ресурсов, это миф, это миф, большинство великих людей начинают с минималок, ты прекрасно это знаешь. Это похоже на мантры, вы пытаетесь себя убедить. Друзья, вы миллионы людей, я смотрю вот эти вот всякие супер якобы элитные паблики, где там четко и понятно говорится, что великий человек делает сам себя великим, если ты понимаешь, что ты как бы, ну как бы, ты как бы, сейчас надо очень культурно выразиться, если ты не берешь на себя ответственность, то у тебя ни хрена не будет, ты это прекрасно понимаешь, если ты берешь на себя ответственность, то ты постепенно растешь, ты не можешь сразу стать, 50 миллиардерами, понятно, ты можешь придумать какую-то супер штучку. А зачем миллиардерами становиться, чтобы люди выезжали на... Ну, ты вспомнишь, что там миллионы на 1 тонн, вертолет, на площадку, на дорогу, нет. Для счастливой жизни достаточно иметь домик, там, 150 метров, блин, на хозяйство в гектаре, ты будешь счастлив. Ты будешь за счастье, за что? Чтобы у тебя был хороший бренд на этом, это нафиг никому не надо. Ну, серьезно, а вертолетную площадку зачем тогда улетать? А как улетать-то с плантации в театр-то? Ну, это тебе, может, надо улететь, а все равно достаточно нечастлив проехаться до соседнего города и посидеть в театре. Если ты хочешь, как бы, пафосно, среди кого-то, там, вместе с кем-то приземлиться... То есть, у нас бы существовала биомасса в городе и такие продвинутые люди, живущие в эко-деревнях, правильно? Что значит, существовала биомасса в городе? Ну, как? Театр, кинотеатр, спортивные клубы, ледовые дворцы, спортивные площадки... Спортивные клубы могут быть там же, у тебя в районном селе. В деревне. А чего это такое? Подожди, раньше были дома культуры во всех деревнях, и люди прекрасно в этих домах культуры спокойно жили, существовали. А пока их нет. А куда они делись? Не должен быть переходный... В магазин пятерочка, вот там, в Киморх как раз был дом культуры. Вот, и сейчас там магазин пятерочка. Ну, это, наверное, вопрос к тему, кто это сделал, а не к тем... Вот, к жителям Кимор. Ну, можно. Какие вот жители Кимор? Вот взяли и вместо дома культуры пятерочку все сделали. Ну, слушай, если не оставить своих культурных центров, туда приезжают пятерочки, естественно... Пока театр не приехал в деревню, пока не приехал еще, пока не приехал, спортивный зал, библиотека, пока не приехала, кафе, пока не приехали, пока не приехали, придется же в город ездить. А чтобы это существовало в городе, там должна эта биомасса жить, которая это поддерживает. То есть должно быть четкое разделение. Вот, бедные люди, живущие в городе, и поедающие синтетическую пищу, и вдыхающие грязнующий воздух, и потребляющие грязнующую воду, да? Но пользующиеся благами урбанизации, и должна быть эко-деревня, которая этих благ не имеет, но зато и ест бабушкины помидоры. В утверждении находится не ошибка, а лукавство ведущего. Потому что если вот этот житель урбанизированного города кушает пластиковые продукты, и вот совсем плохо себя чувствует, то он никогда не будет тратить деньги, колоссальные деньги, на театр, на фитнес-клуб, на маникюр. Этот человек, ну, раз ты сам говоришь, раз в неделю, раз в месяц можешь ходить в театр, не пользуясь, эти люди не входят массово, массово, нет у них проблемы. Я думаю, что у нас есть наши зрители, которые поймут всю надсмешку, всю насмешку над собой, да, которую вы сейчас пытаетесь вот под видом научных теорий, а вы под видом практики здесь рассказать, у нас нет холодного синтеза, вот, у нас нет перемещений в пространстве. Ой, хорошо, что нет стакана с водой. И у нас, а вам, я говорю, что у нас нет возможности бедному человеку, гражданину, бедному человеку, гражданину, да, каким-то образом купить себе земельки и там организовать какое-то суперпроизводство, которое будет производить арбуз. Ну, чего ты взял, что этого нет? В смысле, ты знаешь, ты вот сейчас говоришь, что этого нет, ты сразу отключаешь поведение, ну, вариации поведения. Ты можешь купить, есть программа, когда ты можешь за 3% стоимости участка взять участок. Как? Как? А вот так вот. Ну, расскажите, вот, есть у нас 2 минуты. 5 минут еще есть. Давайте расскажите, как за 3% стоимость? В смысле, ты находишь свободный земельный участок, подаешь на него право. Если на это земельный участок параллельно с тобой никто не подает право, то ты можешь его выкупить за 3% этой высокой себестоимости. Просто загуглить, как купить землю за 3% стоимости. Прикольно. Вы много такой земли купили? Люди покупают... Не, не, вот лично вы много купили такой земли. Вот лично вы... То, что лично я не имею такого опыта, это не означает, что это вы не знаете. Ну, а вы сейчас рекламируете то, что вы не знаете. Это манипуляция, по-моему. Ну, как вы, я спрашиваю. Ну, в смысле? Вы как прикольно рассказали историю, за 3% купить землю. Вот смотри, у вас сейчас скажут, что перемещение на вертолете, это как бы, типа, это миф. А ты говоришь, перемещение на вертолете, это как бы есть. Ну, не, 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 это вы сейчас фантазируете. Вы сказали, что я знаю, как купить за 3% землю. И сказали одно предложение, что нужно найти свободный земельный участок, выдать предложение, если не найдется желающий, я куплю за 3% кадастров и стоимость. На что я вас сейчас спросил. Вы же понимаете, что я возглавляю госрозыск. Вы сейчас попали на ту стезю, где я все знаю. Я у вас и спросил, а вы этой технологией воспользуете? Вы говорите, нет. Потому что я этого не знаю. Ну, конкретно лично я не воспользуюсь. А что же, если так просто, за 3% на халяву-то купить землю-то? Хоть один участок вы купили, каким образом? Конкретно я лично нет. Ну, а что тогда сказать? Значит, это всего лишь теория. В смысле? Вы можете в следующий раз пригласить в эту студию того человека, кто это сделал. Вы же занимаетесь, как горожанин не может переехать, бедный горожанин не может переехать на землю. Вы говорите, за 3% купить. Вы авокадо выращиваете, Дмитрий? Вы авокадо выращиваете? Вы выращивали авокадо? Ваш вопрос. Соказа в том, что вы произносили, что вы занимаетесь сельским хозяйством. Но если авокадо вы не занимались, то получится, что вы тоже какой-то немножко врунишка, потому что вы вроде занимались, но не те. Он специально, он правильно управляет, но нет. Я его утрирую. Вы же просите. Зачем? Я выращиваю? Я выращиваю конкретно. Это у нас отдельная, я думаю, будет передача на Авроре. Я выращиваю для своей семьи полностью мясо коровы, баранину, естественно, молочную всю продукцию. Рыба, курица, гусь, яйцо, овощи и фрукты, растущие либо в тиблице, либо на открытой площади. Это я уращиваю, но про авокадо же ничего не было сказано. Дмитрий Викторович, смотрите, вы знаете вот этот опыт. Когда перечислили правильно. Вы знаете вот этот опыт. Вот сейчас можете продублировать этот опыт на более маленькой локации, правильно? Конечно. Так вот, это же есть опыт, есть, и это сделать возможно. Ключевая фраза – возможно. Вы меня спросите, Дмитрий Викторович, как это воплотить, потому что мы слышали, что вы это воплотили, то, о чем мы фантазируем. Вот если бы так стоял вопрос, я бы часть времени этому посвятил бы сейчас. Но так как я сейчас слышал только вас о перемещении в пространстве и о выращивании 30 урожаев. Нет, это была теория, это была практика. Вы сказали, что можно за 3% купить землю. Все хотят у нас купить, вот все хотят за 3% купить. Я говорю, как купить за 3%? Вы говорите, ну, почитайте, вы мне говорите. И вы сейчас сделали предположение, что так возможно, но изобразив так, как будто это возможно. А я вам говорю, что это невозможно. А если было возможно, вы бы уже это купили. Да, то, что братскому гражданину, когда он придет и подавать заявку, то там будет большой гемор, и поэтому это невозможно. Я не знаю, что такое в данном случае гемор, но я просто говорю, что это невозможно. Вот, а если это возможно, напишите нам, уважаемые друзья, вот прямо внизу, я купил участок за 3% и пускай вам это расскажу. Да, дорогие друзья, те, кто действительно купил участок по системе 3%, напишите, чтобы Дмитрий, так сказать, увидел это. Смотри, да, сейчас у нас пока есть еще пара минуты, вот такой вопрос, смотри. Ты понимаешь, что твой опыт можно масштабировать на маленькой земле. Да. На твой взгляд, ну, субъективно-естественный взгляд, сколько это денет? Значит, есть два варианта. Первый вариант, лайтовый вариант, 25 тысяч рублей в месяц. На семью, мама, папа, трое детей. Есть вариант, когда нет экономики вообще, порядка, порядка, 150 тысяч рублей. Ежемесячно зато. И что это будет? За деньги? За эти деньги будет мясо, молочная продукция, мясо птицы, яйцо и овощи. И фрукты. Продуктовая, продуктовая. Да, продуктовая, корзина. Абсолютно экологически чистой еды за 25 тысяч рублей в месяц. Так. Это вариант. Ну, это... Я любезно соглашусь рассказать на следующей передаче. Вот. Ну, так это же не заоблачное... Ну, для этого не надо перемещаться в пространство. И не нужны двигатели, которые поднимают над землей. Ну, кого можно. Антигравитационные какие-то. И не надо для этого, так сказать, объединяться людям из подъезда и покупать 6 соток земли и везти там кооперацию. Нет, ты попросил привести пример. И один из примеров привел кооперацию. Я чувствую, с новой стороны я откроюсь для Авроры. Расскажу вам, как организовать экологическое производство для своей семьи, а может быть и даже для продажи. Для подъезда. Но в моей системе обязательно существовать умные люди и богатые потребители. Если вдруг все станут умными, то эта система не работает. Она работает только здесь. Богатые и неумные. И умные, но не богатые. Тезисы ложные какие-то. Богатые и неумные. Вот это, конечно, в метро от таксистов это очень много слышно. Но почему-то они таксисты. А богатые, они почему-то богатые. А вы знаете, сколько много людей богатых знают? Прям очень много богатых знают, да? И вот у большинства богатых людей, когда бог раздавал, ум и богатство, они вообще не совпадали. У этого человека. И я знаю кучу очень умных людей, которые реально очень бедные. Реально умных, очень бедных. Ну, значит, я что-то... Конец, конец, нам нужно закругляться. Друзья, друзья, все. Выводы, выводы, выводы. Далой фантазии, даешь жизнь на земле. А мы следующий педагог, мы расскажем, как нам побыстрее перебраться из города реально, друзья. С нами был Ярослав, Алексей и Дмитрий Матвеев. Всего доброго. Спасибо за внимание. Слушай, ну вы фантазеры, блин. Чего фантазеры? Дай забейте там. Быстренько отваливайся. Ну вы фантазеры, парни, ю-мо-ю. Дим, Дим, зайди сюда, пожалуйста. Не-не-не-не. Все, переходим, переходим, переходим. Переходим. Ну вы фантазеры, парни. Так, дорогие друзья, вы видели все как есть в прямом интернет-эфире. Очень характерный ведущий, который говорит о том, что холодного ядерного синтеза нету, дорогие друзья. Тогда, когда все мировые издания вовсю кричат о холодном ядерном синтезе, когда все процессы в природе, они основаны на холодном ядерном синтезе, на трансмутации элементов, когда самовосстановление человека и организма построено на регенерации. А что такое регенерация? Это образование, казалось бы, из ничего, из воды, из фруктов, овощей. И вдруг синтезируются и образуются стволовые клетки. А эти клетки потом преобразуются в те или иные клетки организма. Это ли не холодный ядерный синтез, который скрывается от нас, дорогие друзья? Ну, так или иначе, почин сделан. На Авроре мы рассказали и про энергетику, и про холодный ядерный синтез, и про перемещение в пространстве. И как отреагирует медиа-среда зависит только от вас, дорогие друзья. Какой вы будете делать выбор, за какое будущее, как хотите переезжать на село, где нужно до ближайшего центра перемещаться на лошадях, либо же на новых средствах перемещения в пространстве, где не просто летающие машины, а летающие дома, дорогие друзья. Но об этом мы поговорим в следующей передаче. Дмитрий, в начале я снимал тебя, в ступе ты не попал. И поэтому, соответственно, очень органично перевести на эфир. И рассказать, а что зрители не услышали, поскольку ты не попал в эфир и уступил место мне. Друзья мои, мы все еще 10 лет назад не знали, что такое вот это Кащеево зеркальце, назовем его так. Но сейчас каждый ребенок от года до двух пользуется смартфоном и знает, как нажать эти кнопки. Поверьте мне, пройдет 5, максимум 10 лет, и очень много машин взлетят. И вы все будете летать на этих квадрокоптерах, на этих автомобилях. и доступность среды с точки зрения экологичности и мечта молодого человека жить в экологическом деревянном доме, пить воду чистую, живую. Есть те продукты, которые он сам вырастил, которые вырастила его супруга, а не его супруг ЛГБТ. Это будет такая ожиданность, как и сейчас. Люди любят есть химию, непонятно, чем заниматься, потреблятством, заниматься скупкой вещей, затаривать все свои квартиры. Посмотрите по сторонам, насколько люди просыпаются, насколько люди ощущают счастье не только от своего тела, а еще и есть душа и дух. Из-за поднятия духа как раз эта серия передач и радеет. И ради этого Институт правды, Глобальная волна, проект Родосфера и самое главное объединяется на площадке проекта Музей конструирования общего будущего и покажет тем людям, которые живут глубоко в городе и верят в урбанизацию и свою смерть, покажет, как можно расселиться по прекрасной нашей Родине, получить прекрасные возможности для того, чтобы дети жили в таких же шикарных условиях, в эко-домах, занимались спортом на природе, занимались в сообществах, единомышленниках, читали книги и думали своей прекрасным, развивали свое сознание, а не занимались просто потреблением в гаджетах. Куда... Я не буду перечислять плохие стороны урбанизации, но наш девиз вперед на землю, не назад на землю в лапти, а вперед на землю в летающие машины, в высокоскоростной интернет, перемещение во... Во времени это еще и рано. Чуть не забрался. Чуть фантазера не ушел. Но это не фантазия. Технологии летающих машин были еще в Советском Союзе. И они все есть. И сейчас это все вскрывается и вы увидите на глазах, как это все пойдет. И не... В общем, да будет счастье. Это первый сюжет. Следите. Это будут еженедельные выходы. Поэтому всех ждем единомышленников в объединении. Сейчас происходит формирование команды по структурированию и строительству музея конструирования общего будущего, чтобы мы могли показать всему миру общее будущее, здоровыми, счастливыми и живущими вместе. Ура! Да, но со своей стороны добавлю, дорогие друзья, что задача у нас двинуть это по всей планете. То есть показав положительный опыт внедрения прорывных технологий, двинуть это по всей планете. Идеально, идеально проведение планетарного референдума о внедрении технологий в мирных целях по всей планете. Чтобы направить эти технологии, о которых мы говорим, не в борьбу друг с другом, в уничтожении друг с другом, контроле ресурсов, опираясь на новую научную парадигму, создать экономику изобилия, дорогие друзья. Не зря же мы на Авроре собрались сегодня. Пока. Выстрел сделан. Выстрел. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...